Она очень сложна, отягощена, и поэтому, конечно, это очень хорошо. Далечивая массаж, сочетая, но, в принципе, очень удобно. Хорошо, глазки светятся, вы на правильном пути, на творчество. Очень хорошо, тем более, когда мама-медик делает все поступательно, правильно, сообразуя, скажем, ситуации, все эти назначения. И потом, вы понимаете, все природные средства дают возможности как раз еще и закрыть отрицательное побочное действие тех препаратов, даже тех же антибиотиков, которые назначаются лично. Поэтому в данном случае это один из вариантов самых-самых-самых. Ну, потихонечку, сколько ему сейчас? Двенадцать. Двенадцать. Ну, вот, укрепится, конечно, тем более, укрепится. Момент очень серьезный, правда. Вот вы говорите, почему-то на участке оказалась зубчатка с манжеткой. То, о чем мы говорили на прошлое занятие, видите, как очень часто растения у порога дома твоего, да, помогают. И нам иногда сигналят, для чего они нужны нам, да, в частности зубчатка. Посмотрите, у часто болеющих детей, не только у взрослых людей с проблемами щитовидной железы, с угнетением ферментных функций поджелудочной железы, необходимо как раз включить растения, которые обладают поддерживающим таким эффектом. Мы знаем, сюда относятся все инулино-содержащие растения, да, это дуванчик, корень дуванчик, это курей, это лопух, это дебюсил. То есть мы с вами имеем растение кори в том числе. Так вот зубчатка, если включить ее периодически в сборы по реанимации как раз поджелудочной железы, и в частности островков, ангенгаса, как раз экзогенную, эндогенную и внешнюю, и внутренней секреторной функции поджелудочной железы, мы с вами получаем очень хороший эффект. А у деток, часто болеющих, и у взрослых эта функция всегда ослаблена, особенно если касается детей и взрослых, в анамнезе которых аллергозы, системные заболевания, то есть мы с вами тогда обязательно оказываем существенную помощь. Вот и выросла у вас бчатка, как раз на огороде показывая, что как раз нужно подтянуть этот аспект, но еще, наверное, не срегенерировать слизистые, потому что участки безболеющих детей гастриты, дуагениты в анамнезе, как правило, потому что как раз гормональная функция как раз страдает 12-перстной кишки очень сильно в таких случаях. Кто-то удивляется, поднимает дроби, причем тут гормональная функция, дуагенит, да, 12-перстной кишки. Мы с вами говорим, что да, здесь как раз момент воспаления, он впереди, потому что нет за счет воспаления, ну здесь множество факторов. Плохая секретарная функция 12-перстной кишки гормонального фона ее в арсенчатом эпителе, потому что мы знаем, что 36 больших дуагенит гормонов выделяется 12 слизистых, подслизистых, 12-перстной кишки, 18 на торможение, 18 на активизацию. И по прямой обратной связи через печень и гипотез, через щитовидную железу, через щитовидную железу мы с вами как раз вот видите, как имеем вот такое действие. То же самое, синхронное, правильное выделение с поступлением в пищу, значит, в животок одновременно, когда секретируется желчь, выделяется желчь в 12-перстную кишку, ритмичность выделения желчи, для того, чтобы не образовывалось застой желчи, сладжа желчи. То есть мы с вами думаем о том, что могут образовываться конкременты, тоже очень важно. Поэтому как раз воздействие зубчатки, осенний или поздний, вы запоминайте, один из одной из самых-самых благотворных на 12-перстную кишку. И на желудочный кишечный тракт в целом, на желудок в частности. Я как-то вам говорила, еще раз напомню, это, наверное, старой группе, старенький, напоминала, о том, что существует очень интересная пропись. Старая-старая мородатая пропись, китайская. И что очень интересно, что именно в Китае сейчас берутся залежные, так сказать, старые древние рецепты, которым действительно огромное количество лет. И на сегодняшний день чисто фармакологически разбирается, исследуется, и на уровне современной доказательной базы раскладывается этот сбор. И механизм этого сбора описывается, его воздействие на организм, на все процессы. Вот это очень удачный вариант. И одна из таких прописей содержит как-то зубчатку, шлемник байкальский, о котором мы часто говорим, солодку, помните, и аносну, аносну песчаную или турнианскую. Есть там еще один рецепт очень похожий, с добавлением желчной медвежи. Но я считаю, что, конечно, это экзотический момент очень важен в данной прописи, но мы не имеем всегда возможности его положить. Но самое интересное, если вы прочтете, то, значит, вот эту работу, то увидите, где к каждой траве говорится ее воздействие, ее биохимический и биофизический механизм. Описан обязательно, что делает каждая из трав. Более того, здесь еще кровоостанавливающие действия, что важно при язвенных поражениях желудка и 12-ти перстной пешки. И что самое интересное, аносна дает 18% гемостатического эффекта, значит, какой эффект дает тысячелистник и какой эффект дает зубчатка? Зубчатка дает 23%. Все вместе, они взаимоусиленную эффект имеют, и мы имеем 64% практически на уровне еще интересной реологии крови. Как здесь быть? Идет гемостатический эффект на настоящий момент, это кровотечение, то, что нас интересует, да? Кровоточивость как осмелестных, при, значит, гастродуадемиках, при проблемах язвы желудка 12-ти перстной пешки и неспецифическом язвенном корритии. То есть мало того, что гемостатический эффект, а еще и интересно, у аносны, кроме гемостатического эффекта и зубчатки, смотрите, только в растениях такое возможно. Иметь микроциркуляторную способность улучшать микроциркуляцию в ткале и быть гемостатиком одновременно. Это как в тысячелистнике, помните? Останавливать кровотечение и вызывать тромбов. Это удивительно, но вот тем не менее, очень много из этих механизмов пока еще не исследовано, к сожалению. Но уже то, что нам дают древние рукописи Китая и на сегодняшний момент очень качественно исследуемые и раскладываемые в биохимические и биофизические, то есть на уровне физиологии мы видим, что происходит в организме человека, это для нас. Каждый такой рецепт уже представляет очень серьезную ценность. Поэтому о зубчатке обязательно читайте дальше. Помните, что зубчатку надо углубленно изучать. Очень мало о ней информации. Читайте, по крупицам буквально собирайте, потому что вот встречаем зубчатку, и получается так, что невидим, вот просто невидим ее. Почему она осенняя или поздняя? Вот она настолько неяркая, все уже отсветает, уже жухнет. И вот она где-то запуталась там. Это полупаразит растения, тем более. Вот она может быть от очень невысокой размера в кустике. Вот мы ее собираем такое положье. Она обладает свойствами невероятной энергетики, биохимии. Она не растет выше просто буквально. Вот на ней, выше, именно на этой почве, со стрессами такими на среднем положье, мы готовим уникальные настойки. Несколько более разряженная почва Калужской области дает нам для сборов зубчатку более мягкую, скажем так. Поэтому вот так играю на биоцинозе почвы, воды. Это очень-очень важно. И знаете, как интересно, не все даже маститые травники используют зубчатку. Или просто не знают, почему она была. Потому что вот ты знаешь ее, вот идешь и можешь не увидеть. То есть это уже набитый глаз должен быть. И меня очень радует, потому что школа практического праздничества была в Калужской области. Тогда видели первый раз, ой, это иди из зубчатка. Радовались все так. И потом на второй, во второй залез приехали три человека из группы. И уже со знанием дела уже отвечали. Уже знали. Радости было, конечно, бесконечно, когда собрали. Масло тоже готовим. Можем готовить масло в такую форму, как масло? Можем. Масляную форму извлекать. Как раз активные речи в два из зубчатки масла. Масло получается темного цвета. Антрихиноновые соединения. Иридоиды. Интересно, содержатся именно зубчатки. А вот эти составляющие биохимические дают возможность, придают, вернее, такие качества зубчатки, как успокаивающие, седативные. Даже где-то отчасти. Это англизирующие свойства. Имейте в виду. Почему зубчатка в спиртовой вытяжке может просто убирать зубной голову? Великолепно. Обезболивать зуб. В случае, если это необходимо, именно сегодня. Напишите. Так что это уникальное растение. Поэтому, если вы включите траву зубчатки поздней или осенней в сбор желудочно-кишечный, сбор при диодете, сбор для лечения поджелудочной железы, вы всегда выиграете, потому что это великолепно. Сможем ли мы в успокаивающий сбор положить зубчатку? Как вы думаете? Сможем? Сможем, конечно, сможем. Только сейчас. Она вкусная. А вот это теперь интересно. Спасибо, золото мое. Вот посмотрите. Вкусная. Вкусная. Что за этим стоит? Чай. Чай. Нет, нет, нет. Кусть, 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 кусть. Сладкая. Умница. Вот сегодня, после обеда, мы с вами войдем еще через вкусы. Мы говорили об этом. Попробуем разобрать один вкус. Сладко охлаждающий и сладко согревающий. Сделаем это? Немножко. Есть. 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 Я хочу сказать, я вас введу потихоньку. Я не обрушиваю на вас водопад этот огромный. Но я вам обязательно расскажу, как на примере трав можно найти согревающие, охлаждающие и согревающие, сладко согревающие, извините. То есть, это как раз вот эти вкусы, они рассредоточены в растениях. И вот на примере этих вкусов мы пойдем. Так вот, зубчатка, это изначально, это как раз сладкий вкус. А сладкий вкус, это тропный с каким каналом? Это селезенка. Помните сладкий вкус? Селезенка. На что он воздействует, красный, сладкий вкус? Ну, практически на все органы. Но главное, это у нас селезенка. Это поджелудочная железа. И вот почему, исходя из этого, сладкий вкус зубчатки, он как бы тропностью, вы помните систему сигнатуры, помните процессы? По форме, по цвету. А мы теперь в этот банк данных добавим еще что? Вкус. И вот этот вкус сможет и здесь работать у нас. И мы можем по вкусу. Почему? Если есть такая возможность, ну, не говоря о цепуте, о болеголовье, о баканите, пробуйте растения на вкус. Не пробуйте только вот эти острые ядовитые, пожалуйста. Ну, поэтому всегда... А кони-то их там было столько, что... Да, 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 да. Ну, я думаю, вы отличите, а кони... Так или нет? Поэтому вот обычную даже траву немножко взяли на язычок, подержали вату и пожевали чуть-чуть. Определите ее вкус немножко, через какое-то время у вас будет копиться, да, банк памяти, понимаете? Банк данных, банк памяти уйдет, и вы через какое-то время уже на уровне своего внутреннего восприятия, своей внутренней сути, вкуса, будете чувствовать растение еще сильнее, понимаете? Потому что это совокупность всех его факторов. Так что вот вам, пожалуйста, тропность меридиана как раз в селезенке и желудке. Меридиана у нас в поджелудочной железыне. В поджелудочной железе. Да, 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 да. Так что вот вам этот треугольничек, где у нас селезенка наверху, поджелудочная желудок в основании, и прямая и обратная связь, взаимозависимость друг от друга. Органы пищеварения, где селезенка что? Еще управляющий ритмами пищеварения. И главный управляющий, как мы теперь до сегодняшнего дня знаем, что это не только кладбище отживших элитроцитов, как считает современный клиницист, так ли нет, а что это прежде всего очень серьезный иммунный орган и эндокринный орган пищеварительного травка, который участвует в регулировании всех без исключения пищеварительных процессов. И ведает еще чем? Разделением жидкости. Помните? На мутно и прозрачно все ушли в дело. Значит, помнили? Поджелудочная железа, селезенка, сладкий коз, зубчатка. Запомнили? Запомнили? Хорошо. Очень за Вас рада, очень за Вас рада, потому что, тем более, прикладное все это уже к Вам видите, к аспектам официальной медицины, фармакологических средств, правильно примененных, и одновременно прикрытие средствами натуропатии дает эффект. Поборемся. Мы просидели на протоколе здесь, как Вы сказали, и в этом году мы не поменяли. Вот видите, чудесно, чудесно, рада Вас глазки говорят, за своему дитя, рада мамочкой. Меняется, меняется, меняется. Слава Богу, рада безмерно. Рада безмерно. Так, значит, я пока не говорю о Вас, как вы говорите. Ну, нет, ну, тоже есть чем-то. Есть? Я просто у Вас первая вещь. Ну, да, я тут просто у тещи не получилось ему прийти, так что я записываю по возможности понимания. Но Вы наблюдали, да? Что? Вы наблюдали, почему вы занимались? Да, я наблюдал, да, то, что она нас собирает. И, значит, из того, что как бы мимо меня проходило, это Иван-чай пьем. Вот недавно сделала масло зверобоя. Потом, что действительно вот так, чудесно, что помогло, это вот варикоза Аэши. Очень хорошо. Вот, как-то, ну, я так, ну, как-то спокойно относился к этому, и там, поможет, не поможет, но, действительно, стало меньше. Не, не... А...